20 лет, которые подарил мне Господь в этой жизни, были годами, когда рядом со мной жил и творил такой удивительный человек, как Рудольф Давыдович Фурманов и благодарение Богу, что судьба свела меня с Ним. Он сделал для меня очень много и в творческом плане, и в личностном плане, в помощи, в частности, моей семье. Удивительным образом в нем сочетались прагматизм и мистицизм. Его можно было бы определить, как соль земли. Он не позволял жизни быть пресной. Та кипучая энергия, которой он был отделен, не оставляла в покое инертных людей от искусства, инертных в управленческих кадрах. Умение оставаться открытым. Мы не знаем тех глубинных скрытых тайн в каждом человеке. Они есть у каждого. Без сомнения, они были у него. Но вместе с тем его открытость навстречу действительности была поразительной. Вы знаете, он настолько мощно и сильно наткнул тетиву жизни. И эта стрела, выпущенная, пробивала ни одну стену. Равнодушие, ни внимание. Я бы мог, конечно, говорить о каких-то частностях, но хочется это явление Рудольфу Фурману определить и охватить целиком. Частность – это свойство нашей суетной жизни. Смерть, как она не страшна и не естественна, она как бы открывает нам истину о человеке, о том, каким он был в сути своей, что являлась стержнем его личности. Его безмерная любовь к своему делу, она достойна восхищения, самоотдача, безграничная. У него было что взять в свой багаж. Именно вот это вот желание разглядеть и увидеть и восхититься талантом другого. Ушла часть энергии нашего города, часть энергии Петербурга. Петербурга. Это очень для меня лично является потерей, может быть, даже это не совсем то слово. Словно часть «Без тебя как-то забрали куда-то в другое место». Да, конечно, надо продолжать его дело, но это довольно сложный вопрос. Если вспомнить все театры и всех тех, кто возглавлял их когда-то. Гирю Саныча Товстоногова, Игоря Петровича Владимирова, Зиновия Яковлевича Карагодского. С их уходом из этой жизни театры блекли. Они не оставляли наследников прямых. Это, наверное, свойство всякого большого художника. Ученики, да, несомненно, остаются, но прямых наследников никогда нет. Потому что творчество, оно слишком индивидуально. Знаете, всякий раз, вот, приходя в театр, конечно, встречал всегда его, потому что он здесь практически бывал с самого утра и до позднего вечера каждый день. Мне ужасно не хватает одного момента. На этом, пожалуй, я и закончу, и остановлюсь. Мне всегда было очень приятно и трепетно обнять его. И сейчас бы я хотел это тоже сделать. Ну, увы. Прощай, мой друг, мой товарищ. Да упокоит Господь твою душу. Спасибо. 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 Спасибо.